всем привет друзья и этот вопрос мне задают последнее время довольно часто и я решил сделать все таки по нему отдельное видео чтобы закрыть этот вопрос и обычно вопрос это звучит так какой мне премиумный танк лучше купить подтягиваются игроки и старые и новые и хочется премов но дело в том что у нас настолько много уже этих премов что во первых этих премов много и у меня просто напросто нужно я не знаю сколько времени чтобы сделать гайды по всей этой технике поэтому в этом видео мы пройдемся кратко по каждому танку из которых по крайней мере и из тех танков которые вы можете всегда купить это такой еще один момент который у нас есть в игре то есть у нас есть несколько источников откуда можно эти самые прем танки брать и один из таких источников это собственно самый простой это ангар и у поставщиков то есть которые у вас есть которые у всех есть и собственно второй вариант который мы сегодня рассмотрим это магазин в который можно попасть опять же через игру вот здесь такая есть закладка его переделали освежили ассортимент поэтому по этим машинам мы тоже пройдемся по сути это два самых таких основных источника которые всегда доступны то есть эти танки вы в любой момент заходите и берете есть еще два варианта откуда вы можете их покупать это во-первых вариант первый это площадка лут-дог и там ассортимент постоянно меняется цену устанавливают игроки и поэтому там отдельная история и второй вариант это маркет маркет my games ассортимент там тоже есть в общем то какой-то более или менее постоянный но в основном там технику раз в неделю обновляют и в общем то если вам интересные какие-то машины которые там появляются в продаже я всегда на выходных делаю а стримы по этим машинам и показываю их в деле так что сегодня мы конкретно коснемся двух этих вариантов которые вот прям в игре вам доступны давайте начнем с тех машин которые у поставщиков есть собственно давайте прям сверху пойдем солшрайбер две машины это меркавка 2d и магах 7а но в целом магах 7а не сильно отличается от прокачиваемой техники магаха 7 c как он там 7 c называется 105 миллиметров к стоит но эти самые главные показатели вот эти вам буду показывать наверно то есть здесь есть вот он прокачиваемый 7 c а это 7а премиумный вариант в принципе там модификация немножко другая и они не очень сильно отличаются есть меркавка 2d все также седьмая седьмой бт который я сто процентов тоже могу посоветовать брать меркавка все также это актуально здесь барабан на 4 выстрела 105 миллиметров к стоит в общем-то перезаряжается довольно шустро хпшки все также дофига как обычно у меркав так что бт стоит своего внимания точно но вот про это я ничего не скажу второй уровень стоит копейки не знаю хотите берите хотите нет далее поехали и тэшка m1134 но в целом недавно как раз про нее то я уже рассказывал в семействе страйкеров видосе специфичная машина довольно таки крупная но подвижная здесь у нас есть птуры как обычные так и атака сверху птуры неплохая и тэшка но и чего-то такого крутого в ней нету далее леопард рево рево в общем-то мне всегда очень нравился внешне но в остальном он такой себе здесь небольшая альфа зато быстрая в общем-то перезарядка 454 по броне здесь есть на что смотреть но могла бы быть и лучше хотя конечно с пробоем 800 она еще хуже но примерно вот такая броня 0 леопарды я не могу сказать что это прям совсем плохая броня таки с доворотами с таким пробоем здесь есть как она какая то есть но в целом это танк очень хорошо отыгрывать всегда от рельефа ибо все-таки хватает здесь нормально так прям у внов и точность время прицеливания хорошие едем дальше xm1 хороший принципе 6 уровня танк его полностью переделали визуально стал более приплюснутым таким здесь у нас стоит 105 миллиметров к я здесь постоянно катаю на кумулях довольно шустрая перезарядочка броню здесь тоже самое подтянули до воротами она выглядит вот таким образом вполне себе в общем-то всегда был угодным довольно у бт и сейчас я думаю тоже актуален м бт-70 ну эта штука сейчас вообще просто шикарно здесь огромная бабаха 152 миллиметра невероятная просто альфа для этого уровня что на кумулях что на бэшках перезарядка правда естественно долгая и сама по себе пушка здесь это говоря подвеска еще добавляет вам войны хорошие увн и и плюсом здесь конечно в точке плюсом минусом скорее здесь естественно при такой бабахи очень плохая точность долгое время прицеливания но тем не менее бахает очень жестко и при этом здесь теперь есть ну довольно солидная броня я бы сказал ныне для нынешних условий ну то есть если у вас подвесочку вы опускаете доворачиваете то примерно она ну вот так выглядит не могу сказать что но то есть она как бы нлд конечно остается не маленьким но помнится мне времена когда у мбт все было очень печально там и башня пробивалась местами и влд мог пробиваться сейчас же даже вот сверху если смотреть нлд влд держит нлд конечно все еще не маленькая но как я сказал за счет подвески здесь можно творить вещи ну примерно вот такие так что у бтс сто процентов офигенный его брать стоит далее ну лавка 150 90 ничего особо могу не могу рассказать я не катал ее четвертый левел хотя наверное все таки это премчик надо как-нибудь обкатать с 90 миллиметров орудия перезарядка ну не самое мне кажется на самом деле для такого урона не самая крутая не самая быстрая в общем то как я уже сказал многого про нее не расскажу едем дальше так это у нас было софи марата шишкина есть в фм к неплохая лтшка но и чего-то такого интересного в ней сейчас на данный момент нету есть альфа 380 366 перезарядочка есть принципе у вены комфортное само по себе орудие но она такая не знаю ничего такого интересного в ней нету чип мк 11 сейчас тоже здесь продается ну чипы в целом интересные за счет бфсов они могут играть на бфсах перезарядка здесь 7 секунд есть хорошие вены довольно таки комфортная в принципе тоже пушка по броне если смотреть опять же бобсами ну такими же то нлдшка для этого уровня наверное такая стандартная броня не маленькая нлд с доворотами там какими-то есть варианты немножко его уменьшить но чип и такие себе они тащат в общем-то за довольно таки большого количества прочности 3500 ну и бфсами можно пробивать танки всякие интересные места и может быть даже критовать жала с очень старый прям чека премиум на и т но в целом что здесь можно сказать интересного она все также имеет умули скорострельность до 3 секунды скорострельность довольно шустрая нанесение урона подвижная и все так же это и тэшка обладает очень хорошей незаметностью ну и в общем-то обзор здесь какой-никакой кстати говоря я здесь даже она с оптикой да с оптикой но обзор и тэшком всем порезали но с оптикой он здесь выглядит неплохо но самое главное хорошая незаметность скорострельность вот такая все также колбаса еще то так далее что у нас далее остается из 7 но из 7 сейчас реально хорош броня его сейчас радует пушка жесткая 130 миллиметров здесь и злые пугасы в наличии и бэшки не слабые конечно перезарядочка здесь тоже довольно большая хп 3 300 нормально и наверное но естественно здесь нету нормальных у венов пушка довольно таки кривая как это обычно бывает советами и в принципе у всех у кого большой урон и в общем-то по броне довольно хорош сейчас ну реально хорош с доворотами если пробой особенно не очень там прям возникают возникают у некоторых прям проблемы с пробитием этого из а так что из сейчас определенно хорош т-92 ну помнится прикольная я не особо тоже много не катал даже оборудование не стоит но довольно прикольная лтшка на сейчас вообще на втором уровне мне кажется вы было повыше что ли или нет но как и на всех песочных премах я не особо катал много у нее здесь 76 миллиметров шустрая перезарядочка есть какая-то подвижность незаметность ну кстати говоря не самая комфортная пушка еще и при этом в общем много про нее тоже не расскажу далее у нас идет чан фэн у него есть птз 89 это премиум на этаж к 7 уровня крайне унылая этаж к в плане подвижности она очень плохо передвигается она очень медленная в принципе я бы не сказал что здесь какая-то супер есть альфа 480 урона но каждые 4 секунды в принципе неплохо выглядит кумулятивных снарядов здесь нету только пфс и пфс и кстати может быть и тоже пригождаются крайне унылая в общем и тэшка на мой взгляд едем дальше птл 02 еще одна унылая довольно и тэшка ничего интересного мне не вижу альфа кстати говоря здесь при альфе 4 там 480 здесь при альфе 400 327 перезарядка обычная в принципе не могу сказать что это плохо какая-то какая-то плохая колесная стандартная колесная база какая-то очень кривая внешне по крайней мере колесная база двигается передвигается быстро скоростреля здесь довольно хорошая пушка очень точная хотя время прицеливания как у всех это сейчас конечно подрезали она прям не очень здесь целая куча кстати экипажа можно за счет экипажа немножко, хотя скоро стрельня здесь точно у меня стоит, ну да и снайперская стрельба в активках, ну такая себе короче, ИТ-шка далее ВЗ-12-24 в целом 120 мм нормальная пушка со средними значениями комфорта и броня сейчас выглядит против пробоя 630 вот таким образом нормальный ОБТ, хотя здесь нету УВНов практически, 6 градусов не самое удобное ОБТ, ну нормальный если сравнивать его конечно с XM1 то вот с этим я конечно выбрал бы XM1 а не эту ВЗ-шку так что в принципе у китайца ну такие себе прям премчики ZBD-86 опять же, многого про нее не расскажу BBM-ка ну короче говоря наша БМП, стандартная БМП-ха с кумулями фугасами и птурами довольно таки большая картонная хотя кстати говоря здесь вроде есть какая-то подвижность и ну да, без камуфляжа здесь незаметность 39% обзор вроде есть короче говоря такая себе такой себе аппарат как и в общем-то все здесь есть даже артиллерия но артиллерия у нас работает только исключительно в ПВЕ и Столкаче про нее тем более ничего не скажу четвертого уровня арта я на ней даже не играл наверное ни разу Франсис Деларош поехали Аликверк Т-40 это шикарная машина на данный момент я делал недавно про нее обзорчик так что гайд в общем актуальный видос про нее есть жесткая довольно ИТ-шка девятого уровня имеет неплохую броню может немножко и потанковать снаряды при этом жесточайшая просто автопушка с хорошим ДПМ и атака сверху крышебойные именно ПТУРы которые зацеливаешь захватываешь цель и они летят сверху довольно мощная сейчас на данный момент как я сказал с поднятием с апом автопушек на автопушке очень жестко можно врываться ну и добавлять этими самыми крышебоями далее у нас идет вот кстати у Франсис хороший прям вот здесь абсолютно все машины я бы мог посоветовать если из ИТшек то АМХ здесь РСР все так же классическая ИТшка очень удобная умеет хоть и колесные разворачиваться на месте есть два выстрела в таком мини барабане 105 миллиметров стреляет друг за другом практически два выстрела перезаряжается 4.5 в целом комфортная пушка с хорошей точностью время прицеливания как вы всех как я уже сказал подрезали незаметность присутствует ну в общем очень комфортная с хорошими УВНами тем более с подвеской здесь опускается с подвеской 12 градусов классная ИТшка далее К21 ББМ еще один хороший вариант для приобретения довольно интересной ББМ здесь такая же как у Леклерка жесточайшая 40 миллиметровая автопушка с хорошим уроном и тоже здесь также есть те самые крышебойные ПТуры здесь на выбор тебе есть еще и десант какой хочешь так что ну однозначно ББМ классная далее кто у нас АМХ 30 Б2 что здесь интересного есть я на ней честно говоря тоже уже давненько не обкатывал но из интересного наверное то что здесь есть не просто какой-то пулеметик а 20 миллиметровый автопушка который можно будет картон разваливать плюс 105 миллиметровая пуха стреляет каждые 5 секунд практически урон 300 но брони здесь особо не будет все-таки это французы как обычно хотя хотя да возможно ну стандартная в общем большой довольно-таки НЛД ну неплохой насколько я помню неплохой УБТ АМХ старенький премчик АМХ 10П ну довольно забавная тоже ИТ я думаю все еще актуально здесь есть хорошая скорострельность Альфа 270 ну на кумулях будет поинтереснее 350 быстрая скорострельность комфортная точная пушка незаметность на месте нормальная далее у нас остается последний это Оскар и здесь в общем-то есть только Шадоу это контрактная машина то есть ее нельзя просто так купить ее можно только если у вас есть альянс в этом альянсе собрать из частей классная ББМка супер незаметная с крышебойными давайте покажу хотя бы с крышебойными птурами которых у меня нету а да был у меня какой-то челлендж на ней без выстрелов кататься вот такие крышебойные птуры супер незаметная хорошо светит свои функции выполняет очень круто но опять же ее купить за голду не получится АСКОТ ЛТ хороший вариант для приобретения довольно интересная ЛТ в том плане что здесь есть варианты двух башен это либо вот такая будет необитайка которая стоит либо стандартная башня которая будет более скорострельной то есть здесь у нас есть три выстрела которые довольно быстро отстреливаются либо вариант второй когда вы ставите необитаемую башню к сожалению разрабы все не могут никак починить ей УВН здесь у этой ЛТ должны быть гораздо лучше УВН а почему-то здесь всего 6 градусов это вымораживает конечно но все еще выбор у вас есть если вам это тоже не понравится башня поставите другую здесь уже другая история здесь 9 получается выстрелов в барабане но между выстрелами 4 секунды целой то есть они долго отстреливаются но их тут 9 штук но ЛТ все равно классная мне она нравится далее а ну собственно да здесь у нас заканчивается вот из поставщиков все что можно было посмотреть по премчикам теперь посмотрим что есть в магазине на данный момент ЛТшка ZTQ15 очень крутая ЛТшка придется конечно долговато так переключаться 9 уровня ЛТшка вот она как раз она у меня в облике еще модном но она выглядит обычно она выглядит вот таким образом если убрать офигенная ЛТшка вот это точно могу сказать ЛТшка топчик она обладает и хорошей с одной стороны незаметностью здесь 35% но по-моему я уже сейчас подзабыл какие у нее там были фишки ну есть собственно КАС хотя нет это не та ЛТшка которая супер незаметностью обладает здесь обычная незаметность но здесь очень хорошая броня для ЛТшки скажем так 105 миллиметров если взять которые у них у нее есть 750 пробоя хотя подстойте постойте а нет я здравствуйте называется печаль беда нет кстати к сожалению подрезали броню судя по всему не так давно подрезали броню башни это ЛТшка я точно помню могла очень неплохо танковать башни здесь была большая часть красных зон небольшие зеленые а сейчас я смотрю и просто вся башня стала блин зеленая при этом печаль беда да эта ЛТшка была очень классная что на ней можно было используя очень хорошие УВН здесь есть тоже подвеска от рельефа выезжать и настреливать и тут внезапно опа вот это называется сюрприз взяли и отобрали нормальную броню этой башни но в таком варианте ЛТшка тогда становится менее привлекательной в целом здесь есть перезарядка 3.22 но довольно скорострельная урон 500 они очень похожи с ВТ5 но вот это ZTQ мне больше нравилось сейчас конечно уже немножечко другая стала история да к сожалению она мне очень нравилась ЛТшка так едем дальше по технике так про Лихлерк Т40 я уже рассказал Аплот БМ Аплот ОБТ 9 уровня в целом могу сказать что конечно машина интересная но явно ее нужно апать для 9 уровня выглядит пока слабовато здесь и бортовой брони нифига нету хотя вроде бы как должна быть и касс здесь странный в общем я помню там много всяких странностей да и пробитие 750 миллиметров против десяток это будет конечно более счета так что выглядит интересно машина вроде классная но по характеристикам сильно конечно отстает для своего уровня так далее магазинчик что там дальше про АМХ уже рассказал К21 рассказал М11 34 рассказал АСКОТ ЛТ ОБТ 8 уровня М1 А1 в общем то премиум обычный премиум Абрамс 8 уровня Абрамс и сейчас в целом неплохие и это в том числе броня на данный момент при пробое 690 выглядит вот таким образом с доворотами он нифига себе обычный прокачиваемый тоже так умеет такими доворотами интересно с пробоем 690 этот танк становится вообще непробиваемый а ну-ка обычный прокачиваемый прокачиваемый Абрамс это именно этот такой стал интересный м1 причем а это м1 а1 даже а вот прокачиваемый а2 как у него выглядит броня при пробитии 690 а ну собственно так же слушайте ну шикарно да реально шикарно сейчас выглядит бронирование может быть конечно это такой небольшой пробой для этого уровня 690 возможно если взять какой-то пробой побольше то там уже все не так будет весело но даже при таких раскладах в любом случае этот ОБТ смотрится сейчас хорошо а ну 680 кстати говоря здесь не так много и больше пробоя будет 670 а ну вот 775 сразу но все равно это небольшая полосочка так что да в целом этот Абрамс тоже сейчас годный здесь 120 миллиметровка 510 урона хорошая скорострельность в принципе комфортные параметры пушки да и при этом защищенности 3800 нормальная тема далее кто у нас еще остался Абрамса посмотрели М62000 бульдожик классный кстати говоря ОБТ он всегда был крайне дырявым и специфичным но опять же давайте нет все таки давайте прежде чем я это скажу я пересмотрю броню а то она могла 10 раз поменяться так у нас есть 700 миллиметров пробоя для 7 уровня это норм да классная сейчас броня до этого абсолютно брони здесь не было огромный погон башни огромное НЛД там еще и саму башню пробивали было полная дичь но сейчас я смотрю вполне себе все так же он крепкий от башки можно играть НЛД прикрывать у Вэйны здесь 10 градусов присутствует хпшка на месте 120 миллиметров урон 510 5 секунд в общем вот такой довольно интересный Абрамс обрезанный хорош да его тоже можно было бы сейчас приобрести вполне так ну один из шикарнейших ОБТ опять же тоже 7 уровня Шторм он здесь как раз рядом ну по сути тот же Абрамс только с тралами вот такими очень жесткими дополнительными которые дают дополнительный урон при таране то есть это реально работает не просто какая-то визуалка по броне он по идее должен быть точно таким же ну по крайней мере 690 да только здесь еще при доворотах у вас вот эти как раз еще добавляют ковши брони так что вещь реально веселая врываться на этом Абрамсе ну один из моих любимых наверное Абрамсов так дальше кто там остался БВП по-моему да БВП был 2000 да БВП 2000 ББМка 7 уровня интересная в целом интересная машина здесь слабенький конечно пробой на ПТУРАК 750 миллиметров но в порядке альфа и здесь 60 да 60 миллиметров 16 снарядов в ленте вваливает довольно таки хороший урон все таки 200 урона за каждый выстрел в общем такая пушка барабанная пушка с ПТУРАМИ здесь не самая насколько я помню хорошая незаметность ну хотя 35 ну да это такая скорее ЛТшечная незаметность чем ББМки но все в порядке с обзором пушка ну огневая мощь в порядке плюс есть десант да в общем-то интересная ББМка попробовать можно и кто там еще остался ПТЗ-89 я уже сказал как и ВЗ Сигун даже кстати здесь есть в продаже так давайте посмотрим кто здесь есть Сигун ПМБТ МБТ и ХМ я уже сказал есть Тайп 74 Чиф и Йорк ну по сути там а и вот это отдельного конечно стоит внимания так давайте тогда Сигуна посмотрим 6 уровня премиум ОБТ шикарная тоже машина за счет того ну она в общем-то интереснее всего за счет того что это ОБТ у которого есть ПТУРЫ отдельная то есть не из орудия вылетает отдельная установка как раз вот она у вас есть два целых ПТУРА и помимо этого обычная пушка 125 мм танк крайне интересный и броня здесь не супер какая-то крутая конечно если смотреть бобсами то большое НЛД естественно ну как у всех сейчас стало но огневую мощь здесь не отберешь конечно наваливает Сигун хорошо так также там был Тайп 74 давайте уже закругляться то видео походу получится очень длинным но хотя бы я вкратце о всех танках расскажу в чем фишка Тайпа 74 здесь есть два выстрела в барабане но по-моему здесь еще в улучшениях да можно добавлять еще один вместимость здесь будет три выстрела очень комфортный ОБТ в плане УВНов здесь есть 8 градусов а подвеска здесь же есть динамическая подвеска или она только вверх-вниз странно вроде как по идее если она наклоняется уже не помню должны быть здесь еще по-моему она наклоняется вперед и здесь еще должны быть УВНы 5 секунд 105 миллиметров 380 урона по броне ну насколько я помню мне понравился этот ОБТ да кстати броня здесь у НЛД небольшое плюс если вы доворачиваете по броне получается для этого уровня очень даже годная броня так и остается у нас посмотреть сержанта Йорка я бы остановился не остановил внимание свое на ББМ 5 уровня сержант Йорк и ИТшки Онтас ББМка 5 уровня сержант Йорк это очень нестандартная ББМка у которой нифига нету незаметности как обычно у ББМок но зато есть две 40 миллиметровые автопушки которые для этого уровня вваливают очень даже хороший урон 15500 плюс еще и на пележках здесь будет урон еще больше но подвижность ОБТ как видите корпус от М 60 насколько я помню подвижность так себе и броня как бы местами есть ну то есть автопушки вы можете танковать если встречаете давайте пятый какой-то уровень опять же пятого уровня ОБТ с пробоем 600 ну вот собственно вот так выглядит то есть машина с плохой незаметностью подвижностью и броня тоже здесь так себе но с очень хорошим потенциалом если правильно заезжаете к противнику в борт там например или в корму тем более то вы даете очень хороший урон и последняя машина это ИТшка Онтас одна из моих любимых просто четвертый уровень без откатки 6 без откаток которые вы отстреливаете моментально друг за другом сейчас здесь и точность в порядке и теперь еще и ну здесь есть какой-то псевдо правда выбор либо быстро отстреливаться но у вас увеличивается время перезарядки либо типа добавляется точности больше но темп сольбы хуже ну короче здесь выбор никакой вот этот самый лучший вариант улучшения отстреливаете 6 выстрелов практически можете вынести абсолютно любой ОБТ за буквально там несколько секунд отстреляв как бы урон здесь как видите 520 отстреляв все 6 выстрелов ну урон получается мало какие ОБТ переживают отстрел этого маленького засранца ну сама по себе гусеничная база здесь есть хотя незаметность так себе на самом деле незаметность 24% для ИТ это тоже слабенько поэтому она очень тоже нестандартная как та предыдущая нестандартная ББМ а это у нас нестандартная ИТ так что в целом вот вроде бы прошлись хотя бы по этим двум источникам премтанков выбирайте какой себе нравится больше опять же у всех разные предпочтения и по классам техники хорошие машины интересные я в общем-то отметил надеюсь видео было полезным не забывайте ставить лайкосы и увидимся в следующих видео всем пока пока